Всем привет! С вами Russian Nail Shop. Сегодня я познакомлю вас с акриловыми красками фирмы Montegna для дизайна ногтей. Набор состоит из 12 цветов, 10 матовых и 2 перламутровых серебро и золото. Сейчас я вам продемонстрирую эти красочки. Для дизайна, который я вам сейчас покажу, мне понадобится немного воды. Рисовать будем вот такой простой цветочек. Я покажу, как они ложатся, краски, чтобы наглядно вы увидели, насколько они плотные, как их можно мешать. Еще в этом дизайне я использую кисти с натуральным волосом из серии Dance фирмы Just Nail. Кисть волосочек и для тонкой прорисовки. И вот такой вот язычок плоский. Типс покроем для начала черным гель-лаком. Гель-лак без липкого слоя. Каждый слой просушиваем в лампе согласно инструкции. Наношу, распределяю равномерно, растягиваю, погружаю в лампу. Первый слой просушиваем. Наношу второй слой для того, чтобы у меня более плотная была поверхность, потому что я ее потом после полимеризации буду шлифовать мягким бафом. Я это могу сделать, так как она у меня будет совершенно без липкого слоя, то есть сухая. Поверхность просохла. Я ее аккуратненько шлифую. Это может быть бафик для натуральных ногтей для шлифовки, либо какой-нибудь старый осыпавшийся баф, который для шлифовки искусственных уже не подходит. Снимаю глянец. Я делаю это для того, чтобы мазочки были более плотненькими, более равномерными, потому что по глянцевой поверхности красками рисовать не совсем удобно. Теперь ее обезжириваем. Удаляем весь опил, чтобы никакого мусора на поверхности не осталось. Итак, теперь для дизайна мне понадобится красный, больше даже не красный, такой малиновый цвет, темный, белый, обязательно, так как на черном фоне рисунок будет. Достаточно такой сложный фон для акриловых красок, но на черном фоне получается очень красивый эффект. Еще и желтый и зеленый. Я думаю, 4 цвета не хватит. Расскажу немного о красках. Краски предназначены для дизайна практически в любой технике. Они и для китайки подходят очень хорошо, и для сложной какой-то художественной глубокой росписи. Единственное, как и все акриловые, не годятся они для акварели. Там, если, конечно, помучаться, постараться, может что-то и получится акриловыми красками в акварельной технике изобразить. Также для тонкой прорисовки идеально подходит. Консистенция у них густая, но для того, чтобы добиться тонких линий, нужно смешать краску с водой. Все это знают. Для начинающих мастеров, для мастеров уже работающих достаточно давно могут они, то есть мастерами работающими красками, давно они тоже могут подойти. Применение достаточно такие удобные. Выдавливаю по чуть-чуть каждого цвета. Видно, какая у них консистенция густенькая. Так, зеленый чуть-чуть. Воды много не нужно. Полоскать кисти мы там не будем. Мне нужно немножечко смочить ее. Так, беру язычок, окунула в воду. У меня краска еще с предыдущего раза. Я ее вымываю. Немножко недомыла кисть. Вытираем. Для таких красочек лучше использовать кисть с натуральным волосом, потому что краска очень пластичная, мягенькая, чтобы получались красивые прожилочки. Кисть должна быть помягче. Если кисть будет синтетическая, жесткая, будут очень некрасивые разводы оставаться. То есть полосить будет очень сильная кисть. Так, погружаю в малиновый. Чуть-чуть добавим желтенького. Добавим беленького. И как бы не до конца размешивая и вот так вот притаптываю кистью. Еще чуть-чуть белого. Белый я добавляю для более четкой, четкости для плотных мазочков красивых. Белый цвет практически всегда добавляется. И начинаем собирать цветочку. Наметила середину. Примерно здесь она у меня будет двойными мазочками. Можно даже чуть-чуть затемнить. Светловато. серединки лепесточки я не соединяю. У меня в центре будет зеленая серединка. Можно еще показать бутончик. Буквально из двух элементов. Теперь кисть обтираем. Можно лишнее чуть подсмыть. Но вымывать кисть до конца не обязательно. Беру зеленый цвет. Также в него добавляем желтенького. Беленького. Так. Намешиваем. Расплющиваю кисть. И используя ребро кисти дорисовываю листики ребрышком кисти. Раз. Два. Раз. Два. Очень удобно ей работать. Она такая мягкая, пластичная. Видно, что достаточно плотненькая. Несмотря на то, что дизайн выполняется на черном фоне. Это показатель того, что краска достаточно такая плотная, хорошая. Чуть-чуть еще протяну. Сразу серединочку наметим этим же цветом. Этой же кистью. Так. Вот он центр. Даю немножечко просохнуть. Буквально несколько секунд. Первый слой краски просох. Это нужно сделать обязательно. То есть дать просохнуть первому слою лепестков. Потому что сейчас я буду накладывать на цветочек блики. Если первый слой не просохнет, я потяну кистью за вторым слоем краску. Будут дырки на поверхности. Теперь добавляю еще чуть-чуть беленького в нашу кляксу. Мне нужно высветлить на пару тонов эту кляксу. Тоже можно особо до конца не перемешивать эту краску. Можно желтенького еще чуть добавить. И добавляем блики. И выделим этот кисточек. Бутон. И сразу зелень. Ребром кисти также. Посветлее сделала зеленый. Ребром кисти добавляю блики. Можно использовать тоненькую кисть. Здесь уже кому чем удобно работать. И в серединку поставить блик. Даем просохнуть несколько секунд. Дальше я буду работать тонкой кистью. Беру небольшое количество белой краски. Можно чуть-чуть добавить в нее желтенького цвета. И добавляю воды. Намешиваю жидкую консистенцию. По консистенции клякса должно быть как чернила. Внимаем еще красочки. Водички. Чтобы не было четкой прорисовки, нужно просто легонечко выделить лепестки. Прорисовать зелень. Мне плотная текстура, консистенция краски не нужна. И легким движением. Можно даже дрожащей рукой. Особо так не заморачиваемся и не прорисовываем каждый лепесток. И просто частично показываем, отделяя один лепесточек от другого прорисовкой. Здесь можно выделить. Он как бы внахлёст этот боковой. И этот стаканчик. Вот он. Можно сделать еще в центре такие, из серединки такие жилки, тоненькие, по лепесточкам. Тоже так без фанатизма. Ну и зелень. В серединку я окунаю кончик кисти в краску. Набираю прямо на кончик такую толстенькую капельку. И этой капелькой оставляю в центре точечки. Можно тоже не по всей серединке, а так вокруг. Потому что в центре блик. В серединке точечки не помешают. Ну и все. Я думаю, достаточно прорисовки. Даем ей просохнуть. Но она уже практически высохла. И перекрываем верхним покрытием. Просохший дизайн. Покрываем финиш покрытием. Не важно, с липким слоем оно, без липкого. Он должен быть пластичным. Чаще всего универсальное покрытие используют для акриловых красочек. И обязательно нужно дать им просохнуть. Если краска не просохнет, не только это, а вообще любая акриловая краска, если она останется сырой, недосушенной, покроете топом. Обязательно растрескается под покрытием краска. Будет такой эффект каракелюра. Не совсем здесь уместен он в цветочках. Погружаю в лампу на 2-3 минуты просушить. Ну вот, цветочек просох. Поближе постараюсь поднести, чтобы было видно, как ложится краска. Очень красивые мазки. Они такие в стиле жестого получаются. Не плотные, укрывистые, как в китайской росписи, а более такие размашистые, с прожилочками, с красивыми. И на этом знакомство с красками закончено. Если вас заинтересовали они, пишите под видео. Обязательно на все вопросы ответим. Это второй образец, который был сделан ранее. Немножечко поярче, из-за того, что здесь практически нет желтого цвета. Спасибо за внимание. До скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч. Продолжение следует...